С начала рабочей недели во всех школах региона после каникул продолжился учебный процесс. Звонки на уроке после вынужденного ремонта прозвенели и в 8-й школе Сыктывкара в местечке Верхничев. Хотя начать новую учебную четверть тут планировали раньше. Напомним, 23 декабря в учреждении загорелась раздевалка спортзала. Сработала автоматическая сигнализация и 115 детей экстренно эвакуировали. Все это время шли ремонтные работы, в основном силами родителей и детей. Анастасия Тернина выехала на место. В классах и коридорах Верхничевской школы запах краски смешался с запахом гари. Но это не помешало начать учебный процесс. Помещения на переменах проветривают. Сам ремонт завершили буквально накануне. В декабре они три дня начались. Последние, которые у нас оставались, пришлось. Потому что условий не было совершенно. Все было закопчено. Стены, потолки, все черные. Все страшные дела были. Как выяснилось, маты в раздевалке спортзала поджег один из учеников. В результате задымления сработала автоматическая сигнализация. К прибытию спасательных подразделений учащиеся и персонал покинули здание. Возгорание ликвидировали спустя 40 минут. 15-летнего поджигателя сегодня в школе нет. По словам учителей, он уехал отдыхать к бабушке. В отношении восьмиклассника принято решение о возбуждении уголовного дела. На ликвидацию последствий пожара администрация Сыктывкара выделила более 700 тысяч рублей. Ремонт пришлось делать не только в раздевалке спортзала и коридорах, но и в двух классах. С переделкой помог индивидуальный предприниматель. Работали 12-15 человек ежедневно. Отдыхали только 1-го числа. Как обычно, отмыли все полностью, почистили, покрасили, побелили. Ну, как обычно, все те работы, которые назначены были с метой, все объемом выполнены полностью. Неприятную историю сегодня обсуждают в каждом классе. Не только школьники, но и учителя. Инструктажи по технике безопасности. Сегодня по правилам поведения в школе еще раз провели беседы. У нас будет родительское собрание. Вот в пятницу собираемся еще раз, чтобы с детьми проговорили родители. Потому что все-таки ответственность за воспитание детей лежит на родителях. Администрации школы пришлось откорректировать учебный график. Поначалу незапланированные три дня каникул хотели возместить уже в январе. После Нового года выйти на учебу раньше. Но ремонт не позволил. Поэтому школьники Верхнего Чева уйдут чуть позже на летние каникулы.